Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Снова Домастер, и сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в Майнкрафт, я бы хотел бы сказать, но мы не будем в него играть, мы просто с вами поговорим и посмотрим. В общем-то, сегодня вышла версия 1.13, да, вы уже все в курсе, да, то есть многие про это говорили, многие делали обзоры, поэтому я не собираюсь сделать обзор на эту версию. Просто хочу сказать, потому что, знаете, вот, это такое лучшее философское видео, просто с вами поговорить что-ли хотел, вот, и рассказать о моих планах на будущее тоже немножечко, ну и рассказать про версию 1.13. Я вспоминаю тот Майнкрафт, который был, когда я начал играть в 2009-2010 году, когда я только начал играть в Майнкрафт, и каким он стал сейчас, особенно вот над тем, что сделали в 1.13, я просто смотрел много видосиков про обзоры и все остальное, это реально круто. Я сейчас смотрю, как выглядит плавание и все остальное, как все это сделано, это реально здорово. Целый модный мир добавили в игру, всякие изданувшие постройки, и это тоже прикольно. Это здорово. Вот, в ближайшее время у меня будет неделя 10-часовых стримов, я думаю, буквально уже на следующей неделе, может быть, даже в это воскресенье начну, посмотрим. И, соответственно, соответственно, зову вас всех, конечно же, на эти стримы. Вот, давайте оплаваем и поговорим, да. В принципе, неплохо, неплохо под 1.13 версию, вот так вот, да. Вот, если вам интересно узнать, что же в 1.13 добавили, если вы еще не в курсе, советую посмотреть им какие-нибудь обзоры других чуваков, потому что у меня там, видите, пиркоины лежат, потому что я все еще после криптогорода не сменил ресурспак, и все остальное не изменил. Блин, ну выглядит, конечно, здорово. У меня уже есть много различных идей по поводу этой версии Майнкрафта, которую я буду реализовывать для вас. Некоторые из них вам покажутся интересными, некоторые, возможно, нет, посмотрим. В общем-то, знаете, к чему я хотел сказать-то? Вот, Майнкрафт, с тех пор, как я начал в него играть, очень сильно развивался, очень много интересных вещей он нам показывал, новые обновления и так далее. Особенно после, я бы хотел отметить, что после того, как Майнкрафт купил игру, очень много чего интересного в Майнкрафте добавилось. Боже, посмотрите, рыбки. Ммм, класс, рыбки, они что, плывают? Нифига себе, я что, их не даже могу так ловить? Но я обзор не до конца смотрел, чтобы вы понимали. Но это, конечно, здорово, это, конечно, здорово, что я могу их так убивать. Но, правда, это как-то немного лагано работает, что ли. Да, они как-то немного дергаются, это очень странно. Это реально очень странно. Могу ли я ее убить? Или это я дергаюсь? Скорее всего, когда я просто плаваю, да. Вот надо как-то сделать эту анимацию получше. Потому что вот это вот движение, оно немного странно смотрится. Так вот, Майнкрафт очень сильно развивается, становится интереснее, лучше. После покупки Майкрософта вообще-то появилось много всего. Там всякие Windows 10 Edition прикольные, и куча-куча добавлений, и обновления стали, ну, не то чтобы чаще выходить, но как-то более стабильнее, что ли, и намного больше. Это реально здорово. Вот новая система по L.P. тоже стала достаточно интересной, мне понравилось. В Republicans тоже было. Это мейкрософтов уже было или еще до. Сделали бы еще, чтобы я по поверхности не вот так вот плавал, а под водой. Вообще, чтобы не было настоящей позы, чтобы персонаж постоянно двигался вот так вот. Это было бы намного круче. Что на поверхности он так же двигался, это было прям вообще кайфово. Во, да, вот так вот. Вот именно так я и хотел, чтобы персонаж двигался на поверхности. Что вообще вот эта вот анимация, стояние на воде, она полностью исчезла. И была только вот такая анимация. Это будет реально здорово. В общем-то, 1.13 версия, но очень крутая, с водным, рыбным миром. Это прямо очень круто всё смотрится, мне прямо это очень сильно вкатывает. Насчёт недели 10-часовых стримов, почему я затеял? Да просто так, потому что хочется постримить для вас. Вот, и, естественно, поиграть в Десит тоже на стримах. Будет Майнкрафт и Десит, скорее всего. Это прошлый раз у нас было, как раз гнать Майнкрафт и Десит. В этот раз... Ох ты, нифига, я какой-то баф получил. Благодать Дельфина, прикольно. Типа где-то рядом проплыл Дельфин, и он мне бафнулся этим пищанием. Забавно, 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 я вам скажу. Много чего интересного, да, здесь очень много чего интересного. Вот, так что на стримы забегайте, а вот Дельфин, походу, да? О, это круто, надеюсь, их можно будет приручать, как-нибудь за собой таскать. Офигеть, целые подводные пещеры, это очень круто смотрится, очень круто, мне нравится. Так вот, также хочу сказать, что сейчас снова начал работать над своим вторым коронавирусом. Каналом, да, в это вот лето, после 10-часовых стримов прошлых, да, я как-то подзабил на него. Но сейчас снова камбэкаюсь, снимаю туда по два видео в день, поэтому советую вам подписаться на мой второй канал, ссылочка на него всегда есть в описании. Там я теперь буду снимать Roblox и мобильные игры. Я уже несколько постов про мобильные игры делал, значит, получается, в сообщество на ютубе, но вдруг вы не видели и не знаете, поэтому переходите, смотрите. Также хотелось бы ответить на несколько вопросов, да, то есть многие задают вопросы мне в комментариях, на которые я не хочу отвечать. Но я считаю, что этот ролик должен разрешить некоторые проблемы, чтобы просто не писали мне в комментарии. Во-первых, хочу сказать то, что появилось много людей, которые, ну, у нас с Аидом взяли, я бы не сказал, что взяли идеи, потому что мы сами с Аидом взяли идею криптогорода. У Терасера и Нюкема про криптодолину, да, но мы, естественно, у них спросили, нам разрешили и, соответственно, мы взяли у них ресурспак. Но появились люди, которые в наглую, то есть мы взяли у них идею и ресурспак они нам дали, вот, но мы сделали ее по-своему, сделали не криптодолину, там, другую, а сделали криптогород, да, вот. Но появились люди, которые просто в наглую скачали у нас карту, зашли на сервер, там, когда мы записывали, то есть мы взяли с собой записать или что-то еще. Они при помощи мода выкачали карту Украли ресурс пак соответственно И сейчас записывают свои летсплеи А некоторые даже установили нашу карту За которую я лично заплатил деньги Свои отдал, то есть чтобы вы понимали Я за карту не помню, она недорого стоила Но в любом случае мне просто неприятно Я за эту карту заплатил 2,5 или 3 тысячи Может даже 4 тысячи рублей Я уже не помню За карту криптогорода, чтобы мне ее построили Я ее строил для моих личных целей Но не для криптогорода изначально Но я решил использовать ее в криптогороде Так вот, что я хочу сказать Я хочу сказать то, что Есть появились люди, ютуберы Которые взяли нашу идею и просто снимают ролики Вот И пользуются нашей картой и так далее Например, есть Я же не против, чтобы кто-то снимал про криптовалюту Биткоины и так далее Это же вообще не моя идея Но делайте как Хелд Хелд красавчик реально Хелд взял тоже эту идею Сделал криптоканьон Он взял там какой-то свой ресурспак Что-то по-своему сделал Вот Хелд красавчик Вот советую вам посмотреть у Хелда криптоканьон Если вы не смотрели У него достаточно интересная реализация Он молодец Вот А есть люди, которые в наглую просто берут Называются и летсплеи криптогород Точно так же Берут нашу карту Постоянно пишут Аид Демастер Аид Демастер Я понимаю, что они в основном хотят выехать на Аиде Я-то не популярный ютубер Да, то есть как бы Вот Аид бы ни за что не делал бы такие ролики Потому что, ну, ему, наверное, пофиг Как бы, да, но мне не пофиг, да Мне не пофиг Потому что, ну, мне немного обидно За наши старания Например, сегодняшнюю серию Которая получилась всего на 16 минут Мы записывали с 11 часов утра До 4 часов То есть мы 5 часов потратили на то Чтобы просто записать эту серию Секундочку Так, на что я остановился? Остановился на том, что вот берут чуваки Просто используют наши идеи Имена и так далее Чтоб прохайпиться Если вы каким-то образом Случайно у вас попали на этот ролик Я не буду говорить вам Ставьте дизлайки Или лайки Или что-то еще Или пишите гневные комментарии Не делайте этого Просто игнорируйте эти видео Вот я что вам скажу Я, конечно, вконтакте у себя На первых эмоциях написал Чтоб ставили дизл Но я потом подумал Что это не самое лучшее Окей, просто игнорируйте таких людей Я, на самом деле, очень сильно обижен Расстроен Из-за такого вот фигни Я скажу честно Я скажу честно Я вам откровенно скажу, ребята То, что я сам брал кучу раз Чужие идеи, да У меня есть куча роликов Которые я взял Но в 99% из них я говорил Что я взял идею Такого-такого-то чувака И оставлял ссылку на этого чувака И я никогда не брал ее Один в один Если, конечно, ее нужно было доработать Я всегда ее дорабатывал Делал свои какие-то фишечки И так далее, понимаете? Ну, кроме, наверное, Когда вот был ролик у меня Затролили друга Где мне ТРСР помогал Там я идеи взял чисто один в один Но я оставил ссылку на оригинал Насколько я помню И вот так постоянно, понимаете? Когда я какую-то идею беру За бугром То есть не у кого-то из русских За бугром Но если у кого-то из русских То, соответственно, тоже об этом говорю Вот, а так, когда я беру идею за бугром Возможно, когда-нибудь я забыл Где-то сказать или оставить ссылку Я бы извинился По перволетним человеком, да? Но в любом случае Каждый раз сказать, что я беру Я это дорабатываю Например, у меня есть Один из самых популярных Популярных роликов На моем канале Называется Семь скрытых домов Наверное, вы его видели Так вот, этот ролик я взял, естественно У одного англоязычного ютубера Гриана Я не помню, оставил ли я там Тоже ссылку на оригинал или нет Вроде бы оставил Вот, но я его доработал Понимаете, я взял У него было не семь А меньше скрытых домов Я, естественно, знал, как делать больше Я взял те, которые он сделал И добавил свои скрытые дома А так, в принципе, идея-то была Его со скрытыми домами Просто я Мне понравился сам ролик Я подумал, что зайдет у нас в России Вот, и, естественно, сделал Помню И добавил свои скрытые дома Это было прикольно Вот, но сейчас суть не в этом Давайте дальше плавать в этом прикольном мире И общаться, да? То есть, как бы, суть в том, что Я не против того, что Другие люди берут Других людей идеи Просто, ну, нужно как-то Ну, иметь совесть, что ли Я не знаю Я, конечно, сам не святой человек Да, там Вот Ну, и немного хотелось бы рассказать Наверное, о себе Да, тут у меня некоторые конфликты С моими детьми появились Да, я вообще Ну, не делал бы отдельные ролики И я и не сделал отдельный ролик Просто скажу об этом Если вы будете что-то писать В комментариях и флудить В моих комментариях под роликами, чуваки Лишнее То, что я не хочу знать Я вас просто заблокирую То есть, я вот открываю комментарии Для того, чтобы почитать, там, знаете Ну, какую-нибудь интересную инфу Там, или что-то еще Но когда я захожу И там Все пишут мне Разбанить Донха Хотя он даже не в бане, да? Ну, он в тот момент был не в бане Но когда я зашел на его стримы И мы с ним пообщались А потом он еще накосячил После этого И получил все-таки настоящий бан Вот, а сейчас он, конечно, в бане Насколько я знаю Хотя его даже разбанили Вроде, да Его даже уже и разбанили С тех пор, как вы начали писать В комментариях Его забанили Разбанили Забанили Разбанили В общем-то Он сейчас в разбане, вроде бы Суть не в этом Я ни с кем не ссорился И не собирался Я Вот, понимаете Всегда перед вами Чисто открыт Я всегда говорю правду Когда вы меня спрашиваете напрямую Меня спрашивали Зачем я создал свой канал Я всегда отвечаю И все остальное У меня на все есть пруфы Да, то есть, как бы Донг сливал записи в интернете Где, типа, я ругался матом Да, я вам скажу так Я вам скажу честно Я ругаюсь матом Да, чего что-то скрывать Как бы Вне своих роликов У нас в стримах тоже бывает Иногда бывает на эмоциях Да Вот, вне своих роликах Я действительно Употребляю матерные слова Вот Просто на роликах Мне это не нужно Я умею заменить Все эти слова Ну Синонимами И, в принципе Не нуждаюсь в том Чтобы Употреблять Матерные слова Ну, бывает в жизни Я срываюсь Там, все такое И, естественно Их использую Вот Ну, а те люди Которые с нами общаются Они к этому привыкли И тоже этим Ну, тоже используют Такие выражения Поэтому в этом Не вижу ничего такого На ютубе Есть куча контента С матами И так далее Но Я уже на своих роликах Стараюсь не материться И не матерюсь И не ругаюсь Бывают, конечно Какие-то скверные слова Вылетают Но именно не маты Вот Поэтому Если вы где-то увидите Что я матерился Там на каком-то ролике Другого ютубера Или что-то еще То Не удивляйтесь Да, это так Я не буду Знаете Строить Перед вами Из себя Какого-то святого человека Что Я святой человек Я не ругаюсь Там не знаю Придерживаюсь Я супер хороший Я перед вами честен Моя задача Перед вами Перед своими подписчиками Быть максимально прозрачным Максимально честным Потому что Когда возникает какое-то дерьмо Что я мог перед вами ответить Я смогу Ох, нифига себе Что это такое Это подводный зомби добавили Охренеть Они плавают Вау Это типа зомби Поднувший рыбак What the fuck Это реально круто Так вот Блин, я тут немного удивился Когда увидел Я просто не видел этого Во взорах Но в общем-то Я перед вами Если что Вы мне на стриме Можете спрашивать все что угодно Если я посчитаю нужное Я вам расскажу То есть это будет не прямо Что-то личное А личное А вот какие-то такие вопросы А им обне И так далее Которые не слишком личные Я вам с удовольствием Обязательно все расскажу Мне от своих подписчиков В принципе нечего скрывать Также я показывал свои доходы Много раз на стримах Когда меня спрашивают Точно так же Когда меня спрашивают Зачем я создавал свой канал Или чего я пытаюсь добиться Или мои цели И так далее И тому подобное Когда на меня кто-то Начинает клеветать Как было на втором кристалликсе Когда он развалился На стриме Мэл Помните на меня клеветали чуваки Во-друге что получилось Я в итоге пруф это все предоставил У меня всегда На все что я говорю Ну практически всегда Есть пруф Если я записывал Делал и так далее Чуваки сказали Что я им не платил Но в итоге я их платил Я им заплатил Но они в итоге кинули Понимаете в чем суть И у меня всегда есть пруф Вот в чем проблема Я всегда могу ответить За то что говорил И так далее Если конечно я буду Когда-нибудь неправ А я бываю неправ Тоже такое тоже бывает Я же говорил Что я не святочий человек То соответственно Я смогу извиниться Или понести Какое-то наказание Поэтому пытаюсь сказать Будьте благоразумными И не фудите в комментах Плиз Лишний раз Потому что я вас просто заблокирую Не фудите по какой-то фигне Вот по такой да И в общем то Вы сами решаете Кому верить Мне или кому-то еще Но не забывайте Все что я сказал В этом ролике Это просто я пытаюсь Донести до вас Какую-то мысль Чтобы вы понимали Как себя стоит Не стоит вести Если вы какой-нибудь Ютубер решили взять Чужую идею Там да Или например Например вы знаете Сейчас ютуберы появились Которые стримят От лица Аида Аид вообще не стримит Аид стримит раз в полгода Сейчас появился какой-то Ютубер который стримит С ником Вячеславу Аид И запускает старые стримы Аиды Которые он удалил Вот он тоже пример То есть Вот зачем Этот человек делает Чтобы срубить деньги Понимаете Он разводит школьников Которые очень-очень-очень Маленькие И как бы нет Школьники Это не оскорбительно Типа Людей которые учатся в школе То есть даже подписчиков Ведь многие из вас учатся в школе Это понятно Большинство нашей аудитории Это школьники Которые ну просто учатся в школе Имеется ввиду правильно Вот И он разводит самых маленьких Которые там в первом Втором Третьем классе Которые не понимают Что это не настоящий Аид Это просто его трансляцию Включили на другом канале И они донатят ему И злоумышленник Получает деньги И с этим ничего не может Сделать ютуб Понимаете Мы обманиваем ему канал И он создает новый канал И так далее Обманиваем его стрим И он делает это по новой Вот знаете Вот раньше такого не было На ютубе И я бы конечно Не хотел говорить Словно Заменю Заменю конечно же Заменю за ругательное слово Которое я хочу сказать На букву М Но я скажу просто Во всякие уроды Появились на ютубе Вот реально Очень много уродов Знаете Я думал то что Когда был фиромир Это было самое страшное То что было А потом появились нубики Конечно Я сам снимал нубиков Но я так по фану Их больше снимал Чисто потестить Вот Но нубики тоже нормальные Более менее Но когда появляются вот такие люди Которые просто Берут чужий контент Выдают его за свой Воруют деньги У подписчиков Больших ютуберов И так далее Это очень не круто И Я надеюсь что Эти люди Когда-нибудь отдумаются И перестанут это делать Конечно Зря я в это верю Потому что В нашем мире Не так все устроено Но в общем то В принципе Я все сказал в этом ролике Немного грустного Но немного веселого Немного информативного Надеюсь вам понравилось Данное видео Поставите ему лайк И Поделитесь с своими друзьями Чтобы они не попадались На этих злоумышленников Которые Просто под копирку берут Чужие идеи Или же Просто Ретранслируют Чужие стримы И пытаются на этом заработать На этом с вами На этом все С вами был Дэмастер Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем удачи И всем пока-пока